Последние 9 месяцев войны против Германии можно кратко охарактеризовать как предсмертные конвульсии Тысячелетнего Рейха. Но для меня лично этот период и представляет особый интерес, ведь в поисках спасения был дан старт самым разнообразным разработкам. Одной из них была БА-349, Агадюка. Кстати, вы смотрите History of Story. Приятного просмотра, друзья. На завершающем этапе войны для нужд ПВО был необходим технологически простой, но при этом обладающий хорошей скороподъемностью и большой максимальной скоростью самолет. Единственным решением для достижения требуемых характеристик был путь по оснащению будущей машины ракетным двигателем. И такой двигатель в Германии был. К тому же он не без успеха уже применялся на ракетном перехватчике МЕ-163. Понимая, что успех в конкурсе обернется многотысячными заказами, в нем приняли участие все маститы ЭКБ. Сейчас вы видите их эскизные работы. Победил же неожиданно проект малоизвестной фирмы «Бохем Верке». Чем же он так подкупил заказчика? Эрик Бохем увидел выход из сложившейся тяжелой ситуации в создании невероятно дешевого самолета, планер которого мог быть собран буквально в любой столярной мастерской. В его прототипе все было выполнено в угоду массовости. Фюзеляж представлял собой каркас из сваренных водопроводных труб, обшитых строительной фанерой. Кабина пилота размещалась между двумя 12-мм бронешпангоутами. Обзор вперед обеспечивало толстое 6-сантиметровое бронестекло. Необычным был и состав бортового вооружения. Самолет вместо привычных пушек и пулеметов, нес в носовой части направляющие для пуска неуправляемых реактивных снарядов. Приводить в движение эту конструкцию должен был жидкостно-реактивный двигатель Хельмута Вальтера ХВК-109500. Из предыдущего видео о ракетном перехватчике Ми-163 мы знаем, что главной его проблемой был малый радиус действия, часто недостаточный для выполнения успешной атаки. Чтобы не тратить драгоценное топливо на набор высоты, Бохом изначально оснастил свой самолет четырьмя разгонными двигателями. Каждый тягой по 1200 кг в секунду. Этим, кстати, решалась еще одна проблема. Отпадала нужда в аэродроме как таковом. Активируя разгонные двигатели, самолет мог взлетать по ракетному, используя для этого лишь 24-метровую вертикальную пусковую установку. Конструкторам виделось следующее его применение. После получения данных о цели с радарных станций в течение 10 минут происходило развертывание пускового комплекса, состоящего из трех автомобилей. В первом находилась раскладная взлетная площадка, второй нес непосредственно самолет, а в третьем был установлен модуль дистанционного управления. Летчик занимал место в кабине. Происходил запуск основного двигателя и четырех пороховых ускорителей. В вертикальный взлет и начальный этап разгона, сопряженный со значительными перегрузками, аппарат мог идти, используя автопилот, либо получая радиокоманды с земли. После набора 10 тысяч метров управление переходило к летчику. В его распоряжении оставалось чуть более двух минут для наведения ракетоплана на цель и выполнения атаки. После сближения с вражеским бомбардировщиком сбрасывался носовой обтекатель, за которым следовал залп Нурсами. Не снижая скорости, машина уходила от истребителей сопровождения противника крутым пике. БА-349 и на финальном отрезке пути не нуждался в аэродроме. На трех тысячах метров летчик активировал пиропатроны, разделяющие самолет на две части. Хвостовая часть и пилот приземлялись на парашютах. Люфтваффе, даже Рейхсфюрер СС Генри Гиммлер проявили большую заинтересованность в этой разработке. Короткое время инженерный штат фирмы «Бохем» усилили прикомандированными инженерами из других предприятий. Уже 5 сентября полноразмерная модель была продута в аэродинамической трубе. А 4 октября 1944 года капитан Эрих Клехнер на самолете с балластом вместо двигателя выполнил первый планерный полет. Машина показала неплохую управляемость, которая, по словам Клехнера, улучшалась по мере роста скорости и высоты полета. Хотя, глядя на геометрические формы этого прототипа, в это верится с трудом. В действительности было трудно оценить управление в полной мере, поскольку первый экземпляр, ко всему прочему, нес неубирающееся шасси, значительно влияющее на аэродинамику. Да и полет в силу тихоходности Хенкеля проходил на значительно более низких, чем предполагалось, скоростях. Полеты с включенным двигателем начались 18 декабря 1944 года. Первоначально планер выполнял взлеты в автоматическом режиме с регистрирующей аппаратурой вместо пилота на борту. Тем самым подтверждались расчетные характеристики. Первый пилотируемый с включенным ЖРД был запланирован на 1 марта 1945 года. В кабине БВ находился старший лейтенант Лютер Зиберт. В 11 часов утра заревели ракетные двигатели. И опытная машина, сверкая языками пламени, ушла в небеса. Скрывшись на мгновение в облаках. Но уже через 5 секунд показалось вновь. Но теперь самолет по непонятным причинам летел отвесно вниз. На высоте около 500 метров отделился фонарь кабины. Но Лютер Зиберт таки не смог покинуть самолет. Всего через 32 секунды после старта БА-349 ударился о землю и взорвался. Вероятной причиной аварии посчитали потери управления вследствие чрезмерной перегрузки на взлете. Тем не менее работы продолжились с не меньшей интенсивностью. До середины апреля 1945 года выполнили еще 34 полета. В том числе 7 успешных пилотируемых. Началось формирование первых батарей ПВО БА-349. Всего успели собрать около пяти десятков машин. Параллельно шла разработка модификации с более мощной двухкамерной силовой установкой ХВК-509С1. Благодаря дополнительной камере сгорания удалось снизить расход топлива и повысить радиус действия вдвое. А говорят, даже несколько комплектов было полностью подготовлено к боевому применению. Точно известно, что по крайней мере два из них захватили наступающие американские войска. Один достался СССР. Но про их испытания в странах-победителях я никакой информации не нашел. Думаю, из-за крайней примитивности конструкции БА-349 вряд ли мог всерьез заинтересовать научные умы. Впрочем, в Гадюте была одна изюминка, нашедшая свое применение намного позже. Я говорю об изменяемом векторе тяги. Подобные системы в современной авиации чрезвычайно популярны. Они позволяют самолеты выполнять удивительные эволюции в воздухе. Ну и при чем тут деревянный самолет Бохима, спросите вы. А при том, именно на нем впервые, конечно в архаичном виде, но была реализована подобная технология. Позади основного двигателя, в его реактивной струе, установили две лопатки жаропрочного сплава, которые посредством тяг были связаны с рулевыми поверхностями. Таким образом, вслед за движением штурвала в кабине, происходило пропорциональное отклонение плоскостей лопаток, которые направляли струю раскаленных газов в нужную сторону. Теоретически, это должно было улучшить маневренность самолета. Что получилось на практике, неизвестно. По крайней мере, во все изученной мной литературе, я не нашел ни одного восторженного возгласа. Знаете, я читаю все ваши комментарии, правда в силу обстоятельств, к сожалению, успеваю не на все отвечать. Так вот, один из зрителей как-то написал, чем ближе финал, тем больше вундервафель. По-моему, лучшего названия к этому видео и не придумать. Такой самолет, скорее даже человекоуправляемую крылатую ракету, можно было построить только от безнадеги. Тем не менее, он существовал и летал. Хотя о нем действительно мало кто помнит. Надеюсь, вам было интересно, а значит цель видео достигнута. Спасибо за просмотр, услышимся уже очень скоро, друзья.